Дорогие друзья, я хотел поблагодарить проект «Вся Аюрведа» за приглашение. Меня попросили ответить на ряд вопросов, касающихся различных аспектов традиционной аюрведической медицины. И один из первых вопросов, который был задан, это вопрос очень популярный сейчас в обществе, это вопрос очищения организма. И хотелось бы осветить несколько моментов, скажем так, выжать квинтэссенцию из этого, потому что на этот вопрос можно говорить долго и рассказывать очень много о нем, но мы скажем самое главное. Первое, что нужно понять, что есть такое замечательное выражение, чисто не там, где убирают, а там, где не ссорят. То есть речь идет о том, что если мы поддерживаем свое тело в чистоте, то оно меньше всего нуждается в уборке, в очищении, соответственно. И первое, что мы знаем, самое главное всегда, речь идет о том, что должно быть здоровое питание. То есть наше тело состоит из того, что мы едим. Мы из того, что мы едим. Есть несколько важных правил, соблюдая которые, мы позволим своему телу поддерживать свое тело в чистоте. Первое правило заключается в том, что принимать пищу лучше всего тогда, когда есть чувство голода. Иногда люди путают чувство голода и чувство аппетита. Голод – это когда хочется есть. Аппетит – это когда хочется есть чего-нибудь. То есть когда есть признаки голода, то нужно принимать пищу. Это самое главное. Если организм не готов принимать пищу, то тогда она будет плохо усвоена. Следующий момент, который нужно четко понимать, что пища должна соответствовать типу конституции. Даже если продукт очень полезен, но не соответствует конституциональным особенностям организма, то он может не принести пользу. И, соответственно, вызвать накопление в организме токсинов, как в аюрведе называется АМА. Говоря об очищении, очень важно, чтобы организм усваивал пищу полноценно, чтобы питание тканей шло полноценно. И для этого, конечно, в первую очередь нужно понять, что существует в аюрведе такое явление, как огонь пищеварения. На санскрите он называется АГНИ. Это фактически аналог различных ферментативных систем нашего организма, если говорить языком современной медицины. И то, что мы говорили, прием пищи в соответствующее время, когда ощущается голод, это в первую очередь необходимо для того, чтобы поддерживать нормальную работу огня пищеварения. Также для этого очень важно использовать специи в рационе. Есть определенные специи, которые наилучшим образом воздействуют на огонь пищеварения. Например, такие как кумин, кориандр, имбирь. Есть специальные аюрведические фитосредства, которые созданы именно для того, чтобы улучшить активность огня пищеварения для усваивания продуктов питания. Например, есть такой препарат, как трикату. Он используется определенным образом. Этот препарат обладает такой способностью, что в зависимости от времени приема, он по-разному помогает человеку. Если, например, его принимать до приема пищи, то он способствует тому, чтобы питать организм, то есть лучше усваивать продукты питания и питать ткани тела. При использовании трикату после приема пищи он способствует снижению массы тела. То есть это актуально для людей, которые могут иметь избыточный вес. Его не нужно употреблять в больших дозировках, он достаточно острый. Четвертинка, одна треть чайной ложки уже позволяют получить хороший результат. Следующий очень важный момент – это то, что в питании мы можем использовать определенные разгрузочные дни, или мы их назовем посты. В аюрведической медицине описывается, что можно в течение месяца, два раза в месяц применять разгрузочные дни. Это 11-й день от новолуния и 11-й день от полнолуния. Эти дни поста, они называются Экадаши. Их можно соблюдать два раза в месяц. Это 11-й день от новолуния и 11-й день от полнолуния. Экадаши в переводе санскрита так и означает – 11-й день. В этот день лучше всего отказаться от ряда продуктов, которые неблагоприятны для нашего организма именно в эти лунные сутки. Это зерновые и бобовые продукты. Если два раза в месяц соблюдать такие очистительные дни, то это очень хорошо может помочь для восстановления здоровья нашего организма. Но во все оставшиеся дни зерновые продукты являются очень важным продуктом, потому что согласно текстам традиционной аюридической медицины в каждый прием пищи должны присутствовать зерновые. То есть на завтрак какие-то зерновые должны присутствовать, на обед и на ужин. Но здесь нужно понять, что каждому человеку нужны те зерновые, которые подходят ему по типу Конституции. Для этого нужно поизучать свой тип, посмотреть таблицы по питанию, в которых написаны те зерновые, которые ему подходят. Также очень хорошо применять такой метод, как монодерапия. И в аюридической медицине это в том числе прописывается для лечения ряда заболеваний, но также это можно использовать для профилактики, то есть для общего оздоровления организма. Например, можно соблюдать монодиету, применяя такой продукт, как маш или рисбосмати. И также готовится специальное блюдо, оно называется кичади или его еще называют кичри. Как раз для этого блюда применяется маш и рисбосмати, овощи, небольшое количество специй, такие как кориандр, кумин, фенхель, куркума. И можно, например, 4-5-6 дней, около недели принимать только кичади в течение этого времени. Это значительно разгружает наш организм и позволяет ему лучше усваивать эти блюда. Вот этот продукт кичади, который достаточно питателен, но при этом организм не перегружается другими продуктами питания. И таким образом он восстанавливается и происходит процесс очищения. И вот это блюдо кичади, его можно использовать, например, на обед и на ужин. Завтрак можно в этом случае пропускать и вместо завтрака принимать какие-то травяные напитки. Есть, например, специальные аюрведические фито-чаи. Мы используем такую линейку аюрведических фито-чаев, которые называются прана, теджос и оджос. И они как раз в том числе позволяют при регулярном их применении поддерживать огонь пищеварения на нужном уровне для того, чтобы лучше усваивались продукты питания. Следующим очень важным моментом является употребление жидкости в течение дня. И вообще в течение различных приемов пищи и так далее. Сейчас, к сожалению, гуляет в интернете, в книгах, в журналах такая информация, что нужно как можно больше употреблять воды. И вот аюрведы это не поддерживают. Главный критерий для употребления жидкости – это жажда. То есть так же, как главный критерий для употребления пищи – это голод, для употребления воды главный критерий – это жажда. И мы можем запивать водой, мы можем пить воду до приема пищи, можем после. Это зависит от разных факторов. Например, тем, у кого склонность к избыточному весу, рекомендуется пить жидкость до еды. А тем, у кого склонность к недостаточному весу, рекомендуется пить после еды. Любой человек может также и запивать пищу во время еды, пить какую-то жидкость, кисломолочные напитки или настои трав, например, аюрведические фито-чаи. Иногда можно услышать, что нельзя пить воду после еды. Это не совсем верно. Нельзя пить холодную воду после еды. Но в аюрведе в целом не рекомендуется пить холодные напитки. Теплые напитки или горячие напитки можно пить после еды. Вот эта культура употребления чаев, травяных аюрведических фито-чаев после еды, она, в принципе, достаточно приемлема. В традиционной аюрведической медицине большое внимание уделяется такой процедуре очищения, которая называется на санскрите Абхьянга. Иногда по-русски мы называем промасливание. Буквально это слово означает втирание. Втирание во все части, анги, во все части тела. Втирание масла. И дело в том, что токсины, которые накапливаются в нашем теле, или, как мы говорим на санскрите, ама, имеют жирорастворимую природу. Именно поэтому масляные субстанции, растворяя эти токсины, позволяют их выводить из организма. Рекомендуется делать это ежедневно или хотя бы несколько раз в неделю, стараться выполнять эту процедуру, когда берется небольшое количество масла, 30-40 мл, подогревается и перед душем втирается в тело. Это можно делать самостоятельно, сверху вниз, шея, плечи, руки, грудь, живот, спина, ноги, стопы. И затем, когда уже масло втерто, его нужно обязательно, как я уже сказал, подогреть, чтобы оно было горячим, тогда оно впитывается в тело. После этого нужно побыть какое-то время в этом масле. Оно впитывается через кожу. Есть такое замечательное выражение – кожа – это вывернутый наружу кишечник. То есть, всё, что мы наносим на кожу, всё попадает внутрь, всё впитывается. И таким образом масляные субстанции, они растворяют токсины и возвращают их к тем местам, откуда они пришли, то есть в кишечник. И таким образом следующий этап – это нужно очищать, конечно, уже кишечник. То есть, сначала мы токсины возвращаем в кишечник, потом очищаем кишечник. Масло нужно подобрать, исходя из конституциональных особенностей. Нужно изучить, какие масла лучше подходят. Есть, конечно, универсальные масла, такие, например, кунжутное масло. Но лучше подобрать масло, которое соответствует конституциональным особенностям организма. И токсины, когда мы их растворяем масляными субстанциями, они возвращаются туда, откуда пришли, в кишечник. И вот затем их нужно мягко вывести из кишечника. Для этого, например, может использоваться такое известное аюридическое средство, как трепхала. То есть, это порошок, состоящий из трёх компонентов, очень мягко очищающий не только кишечник, но и весь организм. Есть такое мнение, что если в течение года подряд принимать трепхалу, то это даёт очень глубокое очищение организма. Единственное, что нужно, конечно, подобрать дозировку правильно. Я могу дать несколько рекомендаций по тому, как правильно индивидуально подобрать дозировку трепхалы. Если вы принимаете на ночь порошок трепхалы, например, чайную ложку или полчайной ложки, но на утро вы чувствуете, что ваш кишечник слабит, то нужно дозировку уменьшить. Но если она помогает отрегулировать перистальдику, отрегулировать вовремя опорожнение кишечника, а вовремя в аюридической медицине, это значит, что утром до первого приема пищи, то значит, тогда эта дозировка вам помогает. И затем нужно понять, что кишечник можно очищать по-разному. То есть, с одной стороны, мы привели пример трепхала. Как в аюридической медицине есть такой термин мридуречина. Есть веречина, известное понятие, есть мридуречина. Веречина значит послабление, а мридуречина означает мягкое послабление. И вот один из таких вариантов мридуречина – это применение трепхалы. А также есть известная, наверное, многим процедура, которая называется басти или клизма. Так вот, в южной школе Панчикармы описана матра-басти. Матра-басти – это мера, то есть мерная клизма. Клизма, которая относится к категории питательных. Это берется небольшое количество кунжутного масла в пределах от 50 до 90 мл в зависимости от размеров тела. И в тёплом виде температура тела вводится в прямую кишку, например, на ночь. Вообще, изначально эта процедура предписана для использования после завтрака. Но иногда бывает, что это не совсем удобно, поэтому можно вводить на ночь в прямой кишечник. И затем это масло, оно не должно выделяться, оно впитывается. Можно, конечно, подробнее поизучать эту процедуру и понять её пользу для организма. Но основная её задача – это питать тело и очищать кишечник, очищать его от жирростворимых токсинов. И также эта процедура позволяет контролировать вата-дошу. Как мы знаем, вата-доша, её царство – толстый кишечник. Хотелось бы также остановить некоторое внимание на том, что можно способствовать очищению отдельных органов и систем. Например, мы все знаем, какая большая нагрузка ложится на печень. Поэтому требуются регулярные курсы очищения печени. Хотя мы знаем, что во многих популярных книгах описаны такие достаточно экстремальные курсы очищения печени. Они, может быть, не всем подходят, и чаще всего как раз многим они подходят, имеют много побочных эффектов. Поэтому существуют специальные аюрведические препараты, фитопрепараты, которые достаточно мягко очищают печень при регулярном их приёме. Например, есть такой замечательный препарат, как камалахари. Если на стыке сезонов, например, весенний сезон, осенний сезон, когда наиболее большая нагрузка ложится на печень, его использовать в течение, например, двух месяцев приёма, это позволяет очень мягко очистить печень в течение этого курса приёма. Также очень важным является регулярное сезонное очищение почек. Например, в осенний сезон можно использовать такой препарат, как варуна. Например, его можно использовать в течение пары месяцев для того, чтобы помочь почкам пройти естественное очищение и улучшить их функциональную активность, уродинамику и так далее. Но также хочется добавить, что в традиционной аюрведе уделяется внимание очищению не только на физическом уровне, но и на разных других уровнях здоровья. Кроме физического уровня здоровья существует социальный уровень здоровья. То есть здесь тоже можно отрабатывать очистительные мероприятия, например, связанные со взаимоотношениями в обществе, связанные со своей профессией. То есть пересмотреть какие-то взгляды на ситуацию, провести такую внутреннюю инвентаризацию. Третий уровень здоровья – это психическое или эмоциональное здоровье. Постараться научиться более правильно реагировать на ситуации, которые возникают вокруг вас, взаимоотношения с людьми. И также, конечно, есть духовное здоровье. Это четвертый уровень здоровья. И здесь, безусловно, большую роль играют различные аспекты духовной практики, повторения мантр, молитва, медитация и так далее. Субтитры создавал DimaTorzok